Добрый день, уважаемые читатели Чудо-мастерской! Перед вами одна из моих лучших книг «Золушка». Обложка выполнена в нежных тонах, ничего не лишнего, только туфелька, как символ сказки, и надпись «Глитером Золушка». Книжечка закрывается на бантик из респсовой линточки. И первая страничка в нашей книге посвящена мачехе. Мачеха приказала Золушке сшить ей очень красивый наряд, он у нас из шелка. К нему идет вот такая оборка, которая застегивается на кнопки. Научим наши пальчики застегивать кнопки. Пришиваем, так сказать, оборку к юбке. Юбка шуршит. Мачеха надела драгоценности, изумруды, рубины, боа. А также шляпку с перьями цесарки малинового и цвета лайма. Шляпка. Это у нас заколочка, которую можно надеть мачехе, зацепив и за волосы. Или же можно за зеркало зацепить, например, если нам не нужна шляпка в данный момент. Можно попробовать даже на себя. Ну, сейчас мы наденем мачехе. Еще на красивой резной полочке у нас есть жемчуга белого, ослепительно белого и молочного оттенка. Можно попробовать украсить голову мачехе. Или же просто снять и украсить золушку. Ну, не сейчас, а, возможно, когда она будет о чем-то мечтать и собираться на бал. Ну, покажу сейчас, конечно. К этому платью не очень. Еще на этой страничке у нас есть красивое зеркало, куда смотрится мачеха. И золушка вздыхает, смотрит на свое отражение в этом некрасивом платье. Закончик с мачехой золушка принялась за наряды сестер. Она им отшила очень много нарядов. Все они разные, разнофактурные. Для этого платья мы использовали бантик из органзы, гофроорганзы, так сказать. В нашем сундуке, очень красивом, старинном, который, кстати, застегивается на застежку такую, как на обувке часто детская используется, очень много интересного. Что же у нас здесь есть? Здесь у нас очень много нарядов, которые золушка сшила с сестрам. Но примерять их мы будем, конечно же, на золушку. Давайте сразу попробуем. Вот, какая красавица. Так, желтое платье из органзы, из фатина. Вы в блоге уже все это видели. Вот лиловое платье. Платье из тесьмы интересное. Такое более коротенькое. Также, кто читает мой блог, видел, как можно на манекене смоделировать платье. Так, и самое большое развивающее задание, это вышивка. То есть, у нас есть такая, якобы, канва, на которой мы атласными лентами, при помощи вот такой иголки, будем вышивать разные узоры. Иголка легко заправляется, легко снимается. Также и здесь. Легко можно вынуть и легко заправить. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...